Глубоко уважаемые коллеги, я хочу прежде всего вас поздравить с проведением юбилейной конференции. Это конференция 10-я. Она, несомненно, очень нужна для московских гематологов. И я очень рада, что нас сегодня поддерживают наши коллеги из других регионов, и в качестве председателей, и в качестве докладчиков, и в качестве слушателей. 10 лет нашей конференции и 2016 год юбилейный не только относительно этой конференции, но и очень много дат, в том числе касающихся хронических мелопролиферативных заболеваний. Это юбилейный год как для истории лечения хронических мелопролиферативных неоплазий, так и год, когда подводились итоги и создавались новые, важные для нашей повседневной работы клинические рекомендации. Вроде бы прошло всего лишь 65 лет с тех пор, как основатель Американского общества гематологов, организатор журнала «Блад», наш с вами соотечественник из Воронежской губернии, но Ильин Домешек объединил эти заболевания в одну группу, и по мере открытий, которые произошли в последующие годы, ровно через 50 лет, мы ровно 15 лет назад получили первый ингибитор теразинкинас, который стали применять для лечения хронического мелолейкоза. В феврале 2001 года ГЛИВЕК. 10 лет назад ГЛИВЕК был зарегистрирован в Российской Федерации. В то же самое время мы начали активную работу по проведению обучающих программ как для врачей, так и для пациентов не только в Москве, но и по всей России. 10 лет назад появился первый ингибитор второго поколения. В 2006 году он был одобрен в США и Европе. А 5 лет назад ФДА в США зарегистрировали уже ингибитор теразинкинас для фи-негативных заболеваний. Как я уже сказала, это год подведения итогов. Написано очень много клинических рекомендаций. И что касается хронических мелопролиферативных заболеваний, то, наверное, нас наиболее волнуют клинические рекомендации по диагностике лечения хронического мелолейкоза, которые должны вот-вот выйти. Это наши российские рекомендации. Рекомендации по тактике ведения предотвращения нежелательных явлений при лечении ингибиторами теразинкинас хронического мелолейкоза. Это рекомендации Лекиминет. И классификация диагностика хронических мелопролиферативных новообразований, которые издала в этом году Всемирная организация здравоохранения. В этих рекомендациях сегодня расскажет Василий Анатольевич Шуваев. Итак, хронический мелолейкоз. Что мы сегодня имеем в нашей стране и, собственно говоря, во всем мире для его лечения? Во-первых, препарат первого поколения, имотенип. В Москве его сегодня принимает 486 пациентов. Сегодня мы уже лечим наших пациентов не оригинальным препаратом, а дженерическими препаратами. Но слайд, который Вы уже ранее видели, работа наших санкт-петербургских коллег, эффективность дженерических препаратов сопоставима с оригинальным. Такие же данные мы получили у нас в Московском городском гематологическом центре. При переводе пациентов с Голевека на другие препараты эффективность у пациентов не поменялась. Сегодня мы имеем препараты второго поколения, которые в течение многих лет применяли. Это нилотенип и дезотенип. В Москве треть пациентов получает эти препараты, но в отличие от имотениба, который доступен сегодня пациентам широко в рамках федеральной программы семи высокозатратных нозологий, данные препараты обеспечиваются на уровнях региональным. В отличие от большинства регионов, в Москве достаточно широкий доступ к этим препаратам и работать нам немножечко легче, чем нашим коллегам. Аллогенная трансплантация костного мозга. Конечно, хороший метод терапии, но сегодня мы знаем, что это метод не первой линии. Кроме того, доступ к ней ограничен. И вследствие отсутствия сиблингов, и из-за высокой стоимости обследования поиска доноров, хотя в течение последних месяцев мы узнали, и что наши санкт-петербургские коллеги могут нам в этом помочь. Мы уже начали отправлять в Санкт-Петербург пациентов, потому что на сегодняшний день в институте имени Раиса Максимовна Горбачевой проводится бесплатно, все это проводится бесплатно. Ограничения в силу возраста и так далее. Интерферон, прекрасный препарат, позволяет достичь ответа у 10-15% пациентов, но лишь у такого количества. И, несомненно, он применяется, уступает ингибиторам тирозинкиназ, и, как вы знаете, применяется только для хронической фазы. В результате, конечно же, за эти годы мы добились больших успехов в лечении наших пациентов. Есть случаи достижения, поддержанные от оптимального ответа на терапию. Есть даже случаи отмены ингибиторов тирозинкиназ и поддержания ремиссии без какой-либо терапии ингибиторами тирозинкиназа, либо другой. И такие пациенты есть в Москве. В конце концов, у нас есть детишки, рожденные пациентами хроническим мелодикозом. Но одновременно с этим целый ряд проблем. Резистентность к лечению, отсутствие комплоентности. Мы знаем, что пациенты лечатся много лет, большинство пожизненно. Конечно же, этот вопрос очень насущен. И непереносимость терапии, либо наличие заболеваний у пациентов, которые создают проблему для ее назначения. Напоминаю вам, что есть три категории побочных эффектов. Если первые две, которые в свое время, в 2013 году были прописаны ликемиенет, если первые две – это побочные эффекты, которые возникают в самом начале терапии, потихонечку мы с ними справляемся, то третья категория – это поздние нетаргетные осложнения, которыми мы сталкиваемся в процессе терапии не сразу. И эти осложнения связаны с поражением различных органов и систем. Это характерно для ингибиторов тирозинкина второго поколения, для тосигны поражения периферических сосудов сердца, развития диабета, для дазотенива накопления жидкости вокруг легких, развития плеврального выпада. Что делать в такой ситуации? Наверное, если возникает такая ситуация у пациента, надо использовать другие методы для терапии, отличающиеся от предыдущих ингибиторов тирозинкинас. Так какими же должны быть эти препараты? Какие требования мы предъявляем к ним? Во-первых, несомненно, они должны быть эффективны, и прежде всего при наличии мутаций, которые обуславливают резистентность к проводимой терапии. Второе – это то, что препараты должны быть доступны, и удобны для приема пациентам. Это обеспечивает нам высокую комплоентность. И, наконец, то, что они должны быть минимально токсичны, либо эта токсичность должна отличаться от других ингибиторов тирозинкинас. И вот этот препарат, который стал доступен в Москве в рамках обеспечения Департамента здравоохранения буквально этой осенью, базотиниф, базулиф, зарегистрирован в 2014 году, в 2015 году были изменены показания в инструкции. Препарат зарегистрирован для лечения хронического милоликоза во всех стадиях заболевания при непереносимости или неэффективности предыдущей терапии хотя бы один из ингибиторов тирозинкинас. Препарат мощный, активный в отношении резистентных к ингибиторам тирозинкинас мутантным формам всем, кроме Т315А и В299Л. Метаболизируется так же, как и другие ингибиторы тирозинкинас. И, что важно, у него особенный профиль токсичности, минимальная активность в отношении ЦИКИД и ПДЖФР, что обуславливает, несомненно, меньшую токсичность как гематологическую, так и негематологическую. Исследование первой фазы определило, что наиболее оптимальная доза приема препарата это 500 мг в сутки. Дальнейшее исследование второй фазы включило в себя пациентов во всех фазах заболевания, причем это были пациенты с непереносимостью предыдущей терапии, либо с резистентностью. Пациенты, которые получали раньше только иматинип, и препарат им назначался в качестве второй линии терапии, либо иматинип плюс даза или нилатинип, и даже все три препарата, то есть третья, четвертая линия лечения. Итак, посмотрим, насколько он нам подходит. Эффективность. Исследование показало, что у половины пациентов был получен большой и полный цитогенетический ответ, причем ответ был стабилен. У третьих пациентов, это применение препарата во второй линии терапии, у третьих пациентов был достигнут большой молекулярный ответ. Что интересно, что препарат оказался одинаково активным без мутации и при наличии мутации. Более того, он работал при наличии мутации, резистентный, при которых не работает даза, не подмеченный на слайде синим, и при наличии мутации, которые обеспечивают резистентность к нилатинипу. Отмечено розово. Кроме того, что самое интересное, в 22% случаев получили ответ у пациентов, которые имели мутацию Т315А, при которой, как мы уже знаем, не работает ни один из ранее перечисленных мной ингибиторов тирозин киназ. Выживаемость без прогрессии через два года лечения 81%. Общая выживаемость – 91%. Лишь 4% пациентов перешли из хронической фазы в фазу акселерации и пластного криза. Через пять лет пациенты не потеряли ответ. Полный цитогенетический ответ сохранялся у 50% пациентов. Если сравнивать эффективность препарата с другими ингибиторами тирозин киназ второго поколения, то мы видим, что данные сопоставимы по всем критериям. Применение препарата уже в третьей линии, когда не помог не только имотениб, но и нилотениб или дазотениб. Мы видим, что и здесь мы получаем прекрасные результаты. У третьих пациентов получен полный цитогенетический ответ в 40% случаев большой цитогенетический. Он также стабилен, также не работает препарат при наличии мутаций, также работает при наличии мутаций резистентных терапий ненатеневым, либо дазотеневым. И выживаемость в этом исследовании у пациентов через два года без прогрессии 73%, общая выживаемость 83%. Лишь опять же у 4% пациентов была прогрессия до фазы акселерации бластного криза. Таким образом препарат эффективный и работает при большинстве мутаций, обеспечивающих резистентность к другим ингибиторам тирозинки нас. То есть мы говорим о том, что наше первое требование он удовлетворяет. Кроме того, я хочу показать вам слайд по касающейся применению базутинив уже в продвинутых фазах. Обращаю внимание ваше, это 4-летнее наблюдение. Общая выживаемость 60% в фазе акселерации в течение 4-х лет. 18% пациентов получают, получают препарат во второй линии и 24% в третье. При бластном кризе 23% общая выживаемость, 4-х летние 3% пациентов до сих пор получают базутинив. Удобство приема. Вы, наверное, помните все это исследование по исследованию комплоентности у пациентов в итальянских клиниках. Была получена разница в приверженности лечения, было понятно, почему это происходит. Дозотениб применяется, это связано с приемом препарата, дозотениб применяется 1 раз в день, во время или после еды. Имотениб применяется так же, но часть пациентов получает высокую дозу 800 мг. Соответственно, их лечение разделено на 2 приема, утро и вечер. А нилотениб принимается 2 раза в день, и необходим голод до и после приема препарата. Вероятно, с этим связана вот такая разница в комплоентности. Что касается бозотенибы, то он применяется 1 раз в сутки, во время или после еды, удобен для пациента, и поэтому второго нашего требования он также удовлетворяет. Минимальная токсичность. Токсичность, отличающаяся от других ингибиторов тирозенкиназ. Как показывают ранее проведенные исследования, около 40% пациентов с хроническим мелеликозом имеют сопутствующие заболевания. Если разделить всех пациентов, как было проведено в этом исследовании, на 4 группы по признакам по степени коморбидности до терапии, то через 8 лет, посмотрите, как разделились показатели выживаемости. Они отличались практически вдвое у пациентов с изначально меньшей или большей коморбидностью. Исследования показывают, что в основном у пациентов с хроническим мелеликозом имеются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания легких. Вот исследование медицинских карт, исследование, которое было проведено в Соединенных Штатах Америки, оно показало, что у пятой части пациентов еще до терапии имеются кардиоваскулярные нарушения. И у половины пациентов какие-либо факторы риска, приводящие к этому заболеванию. Этих пациентов наблюдали, в процессе терапии обнаружили, что частота данных заболеваний выше у пациентов с хроническим мелеликозом, чем в общей популяции. А когда посмотрели через 5 лет, то выяснилось, что процент кардиоваскулярных нарушений вырос практически в 2 раза, а факторы риска, относящиеся непосредственно к здоровью, в 1,5 раза. Что касается базотениба, если вы посмотрите на данные, представленные на слайде, то увидите, что осложнения сердечно-сосудистые минимальны. 2-3% сердечных событий, причем они, как правило, носят управляемый характер, лишь 2% пациентов прекратили терапию по этой причине. Сосудистые явления всего 13%, из них связано было с препаратом лишь в 3% случаев, гипертоническая болезнь наблюдалась у 6% пациентов, был один случай окклюзионной болезни периферических артерий, но это был пациент, который ранее принимал ненотениб, и при приеме базотениба через 10 дней эта ситуация не увеличивалась, разрешилась, и таким образом это не было связано с приемом базотениба. Еще одно исследование, вернее метанализ, объединивший много исследований, показал, что базотениб является препаратом наименее, одним из наименее токсичных в сравнении с другими препаратами относительно кардиальной токсичности. Самый токсичный — это понотениб, менее токсичный — ненотениб. В группе менее токсичных относятся и матениб, самый нетоксичный — бозотениб и дозотениб. То есть самый менее токсичный — имотениб, самый токсичный — понотениб. Бозотениб. Если вы посмотрите на профиль токсичности, то увидите, что не только кардиальный, но и другая токсичность в нем достаточно мало выражена. Да, имеется гематологическая токсичность, но несколько в меньшей степени, чем при применении других ингибиторов тирозинкинас. Ни гематологическая токсичность в подавляющем большинстве первой-второй степени лишь диарея, сыпь и повышение трансаминаз наблюдается у 6-8% пациентов. Наиболее частая жалоба пациентов — это диарея, которая наблюдается в 80% случаев. Однако и эти явления, они легкоуправляемые. Отмена бозотениба по причине диареи лишь в 1% случаев, при других ситуациях, также 1-2% случаев, лишь по причине мелосупрессии, препарат был отменен у 6% пациентов. Что касается токсичности, которая имеется у пациентов, на которую мы обратили внимание, то на сегодняшний день прописана четкая схема управления нежелательными явлениями, которая имеется в инструкции по применению. Переносимость пациентов пожилого возраста оказалась фактически сопоставимой и даже почему-то лучше, чем у молодых пациентов. Таким образом, бозотениб имеет управляемый профиль безопасности, он мало токсичен и удовлетворяет третьему нашему требованию. Таким образом, соответствует всем требованиям, которые мы к нему предъявили. И сегодня во всех рекомендациях, это рекомендации Лекиминет, это американские рекомендации, это рекомендации этого года, российские, которые скоро выйдут, бозотениб прописан и рекомендован для применения во второй и последующих линии терапии хронического аминоликоза. Если представить себе портрет пациента, которому необходимо назначать препарат, это, конечно же, резистентность к ранее получающим ингибитам теразинкеназ, это непереносимость этих препаратов и, наверное, серьезная сердечно-сосудистая патология. Как я уже сказала, сейчас вызову ТНИБ стал доступен нашим пациентам в рамках закупки департамента здравоохранения. Уже 15 пациентов начали его получать, 12 находятся на стадии назначения. Учитывая, что среди пациентов, которые сейчас получают ингибитор теразинкеназ второй линии, есть пациенты, которые резистентны к этой терапии и не имеют, часть из них даже гематологического ответа, я уже не говорю о большом молекулярном, то таким пациентам, несомненно, препарат необходим в третьей линии терапии. Кроме того, у нас имеется много пациентов серьезной сопутствующей патологии, есть пациенты с мутацией Т315А, у которых есть трудности с проведением трансплантации, либо времени до трансплантации, конечно, мы можем попробовать их лечить пациентов, вдруг они попадут в эти самые 20%, у которых препарат работает. Еще один препарат, который, к сожалению, пока мало доступен, мы ждем его, потому что есть пациенты с мутацией Т315А, крайне эффективен в второй линии терапии, у пациентах резистентных предыдущей терапии, высокие показатели беспрогрессивной и общей выживаемости, высокие показатели при применении в первой линии, и сегодня в Москве все уже принимают его два пациента, препарат был закуплен в рамках индивидуальной закупки Департамента здравоохранения, в обоих случаях у пациентов имелась мутация Т315А, у одного пациента, наблюдающегося непосредственно в нашем центре, достигнут глубокий молекулярный ответ 4.0, и еще одного пациента, который одновременно наблюдается и у нас, и в Германии, и в генетологическом научном центре, к сожалению, пока не достигнут большого молекулярного ответа, но тем не менее, динамика ответа положительная. Препарат, конечно же, очень хороший, но он значительно токсичнее, нежели других препаратов, как я уже говорила, и поэтому, наверное, очень важно, что в этом году, как я уже сказала, вышли новые рекомендации лейкеминет по управлению нежелательными явлениями у пациентов хроническим мелоликозом, получающих ингибитором теразинкинаст. Очень было много споров, разные взгляды на токсичность, вызываемые теми или иными препаратами, и поэтому то, что был проведен обобщающий опыт большого количества работ и вышли рекомендации, на которые мы сегодня можем опираться, это, конечно, замечательно. Предпосылки создания этих рекомендаций, конечно же, это то, что пациенты получают терапию много лет, в основном публикации были связаны с эффективностью, а как токсичность уходила всегда на задний план, и, кроме того, это появление новой токсичности, токсичности, которая появляется через несколько лет, может появиться даже через несколько лет терапии, и, конечно же, это требовало некого обобщения, обоснования и общего подхода. Общий подход к коррекции нежелательных явлений, которые прописаны в рекомендациях, это раннее, незамедлительное распознавание этого явления, обязательно образовательная работа с пациентом, вы понимаете, что необходимо, чтобы пациент вовремя проводил мониторинг терапии, чтобы он обращал внимание на какие-то новые, беспокоящие его явления, это комплоентность терапии, и, конечно же, это профилактика нежелательных явлений. Если появляется нежелательное явление первой степени, то нет необходимости менять терапию. Можно делать перерыв лечения, можно снизить дозу, в крайнем случае может потребоваться специфическое лечение. Если эта степень вторая, то предпочтительно на какое-то время отменить терапию до снижения степени менее второй. Возможно назначение соответствующего лечения и продолжение приема данного ингибитора теразинкиназ в течение недели. Если нет улучшений, надо прекратить прием ингибитора теразинкиназ до снижения степени менее второй. Если наблюдалось два или три таких эпизода, рекомендовано снизить дозу на один уровень. Если это третья степень токсичности, мы делаем перерыв в приеме ингибиторов теразинкиназ до снижения степени нежелательных явлений менее третьей, а потом возобновляем лечение в сниженной дозе. Либо мы ждем немножечко дольше, дожидаемся пока токсичность снизится до степени меньше второй и возобновляем не в сниженной, а в той же дозе. Если это явление не разрешается в течение четырех недель, мы прекращаем терапию ингибитором теразинкиназ, заменяем препарат. Если это явление третьей степени наблюдается третий раз, то лучшим решением будет также замена препарата. Если это степень четыре нежелательного явления, мы прекращаем прием препарата и заменяем его другим. Несколько слов конкретно о появлении того или иного явления и его коррекции относительно разных систем организма, сердечно-сосудистой системы. К сожалению, да, сегодня мы знаем, что имеются явления, которые новый тип токсичности, сосудистые явления, развитие ишемической болезни сердца, ишемическое нарушение мозгового кровопрощения, окклюзивное заболевание периферических артерий, которые в той или иной степени могут приводить понотениб и нелотениб. И поэтому последовательное назначение этих двух препаратов, прописанных в рекомендациях, могут представлять наибольший риск. Наибольший риск связан с применением понотениба, что касается окклюзионных заболеваний периферических артерий, менее выражены нелотениба. Конечно же, факторы роста это высокие дозы и изначально имеющиеся у пациента сердечно-сосудистые риски. В основном такие случаи происходят в течение первых двух лет лечения, может быть, на ранних этапах, то есть 4 месяца лечения, а может быть, и через 4-5 лет терапии. Профилактика это четкое наблюдение за пациентом, оценка сердечно-сосудистых рисков до начала терапии и во время лечения. Это исследование лодыжечно-плечевого индекса и проведение доплерографии у пациентов пожилого возраста и у молодых, если есть сердечно-сосудистые риски. Это контроль показателей липидного, углеводного обмена, при необходимости консультация сосудистого хирурга, эндокринолога и необходимость, если есть показания назначения статина и аспеина. Если мы проводим терапию ненальтенем, то контроль биохимических показателей и лодыжечно-плечевой индекс должны измеряться каждые 6-12 месяцев. Если имеется окклюзия легкой степени, то мы отменяем терапию. Если степень умеренная или высокая, то помимо отмены терапии, она обязательно, мы проводим медикаментозные и, возможно, инвазивные методы лечения. При этом у пациентов, которые получают другие ингибиторы теразинкиназ, нет необходимости проводить забену терапии. Если у пациента появляются такие явления, то их не связывают с терапией. Выбор препаратов в зависимости от фактора риска изначально. В качестве первой линии терапии у пациентов с очень высоким риском советуют применять имотениб и дозотениб. Не рекомендован имотениб. А пациентам с низким и умеренным риском можно назначить любой из ингибиторов в теразинкиназ, рекомендуемых сегодня к применению в первой линии. Конечно же, необходима изначальная коррекция факторов риска, но если мы назначаем нилотениб, то это не является гарантией того, что, тем не менее, разовьется нежелательное явление. Что касается нилотениба, то было показано, что препарат влияет на удлинение интервала КУТЭ. Было несколько случаев внезапной смерти связано с нарушением сердечного ритма. И когда мы проводим лечение и этим препаратом, а также и другими, и дозотенибом, и возотенибом, необходимо внимание к пациенту, особенно пациенту с кардиальной токсичностью, и, конечно же, проведение электрокардиограммы. Следует избегать назначения нилотениба при длинном интервале КУТЭ. следует скорректировать гипокалемию, гипомагниемию, если они имеются до начала, и, конечно же, делать электрокардиограмму как в самом начале, так и через 7 дней после назначения до начала, так и через 7 дней после назначения или изменения дозы. Дыхательная система. Ливральный выпад. Риск, его сопровождается лечение в семенке витрометирозинкинаст, но, несомненно, в основном он представлен при терапии дозы теневую. У третьих пациентов имели место такие явления, в основном проявления были легкой и средней степени. Надо иметь в виду, что риск развития плеврального выпада не уменьшается со временем, может рецидивировать, но при этом отмена по причине плеврального выпада у пациентов терапии была крайне редко. Но надо обращать внимание на развитие сухого кашла, слабость боли в груди и одышки, то есть признак плеврального выпада у пациентов, даже если они лечатся и получают терапию много лет. На сегодняшний день в рекомендациях прописаны факторы риска развития плеврального выпада и, конечно же, его терапии. Временная отмена препарата, уменьшение дозы, назначение стероидов и диуретиков может в крайних случаях потребоваться торакоцентез. Если это один эпизод, мы прерываем терапию и назначаем препарат вновь назначение препарата мы назначаем его в сниженной дозе. последующие эпизоды, то врач решает, либо он все же назначает препарат в сниженной дозе, либо, может быть, меняет на другой ингибитор теразинкиназ. Легочная артериальная гипертензия в основном встречается при приеме дазы тениба, но в очень маленьком проценте случаев 0,45%. И если у пациента нет плеврального выпада, но мы видим, что есть одышка, может пациент жалуется на обморок, и надо на это непременно обратить внимание. Отмена препарата может полностью устранить это явление, но может понадобиться терапия и консультация соответствующего специалиста. Печень и желчевыводящие пути иногда не переключаются. Повышение уровня трансаминаза билирубина наблюдается при терапии нилотенебом, имотенебом, возутенебом. В этих случаях, если развилась токсичность третьей степени, рекомендуется перерыв лечения как минимум до второй степени, продолжить терапию в сниженной дозе или заменить ингибитор ингибиторотерозенкиназ. А если это токсичность четвертой степени, то обязательно замена ингибиторотерозенкиназ. При этом рациональное назначение глюкокортикостероидов. Метаболические нарушения развиваются как правило при приеме нилотениба. У пациентов при применении препарата во второй линии гиперкликемии третьей-четвертой степени отмечено в 12% случаев, в первой линии у шести. При имеющемся диабете у третьих пациентов при назначении нилотениб было изменено усиленно противодиабетическое лечение. В 60% случаев развилась гиперкликемия третьей-четвертой степени. Если у пациентов исходно был нормальный уровень глюкозы, то у пятой части пациентов в течение трех лет развился диабет. Дазотениб, наоборот, может снижать уровень глюкозы натощак. Это тоже надо иметь в виду. Профилактика и коррекция. Если у пациента диабет, то, конечно же, необходим более частый мониторинг, контроль метаболизма глюкозы, корректировка терапии, наблюдение эндокринолога. Если глюкоза натощак выше 7 ммол на литр, а гликализированный гемоглобин выше 6,5, то рекомендуется снижение дозы, а возможно даже обмена препарата и консультация специалиста. И, конечно же, надо обращать на пациентов, у которых есть проблемы с колебаниями глюкозы, которые получают нилотениб. Метаболизм липидов в исследовании по изучению нилотениба в 22% случаев наблюдалась гиперхолестеринемия и также повышение уровня триглицеридов. Поэтому, конечно же, необходимо контролировать и эти показатели, при необходимости назначать статины. Фосфор и кальций, гипофосфатемия при терапии имотенибом наблюдается по данным разных исследований 25% до 49% случаев при терапии нилотенибом в 33% случаев и при терапии дезотенибом у 7% пациентов. Гипоколемия встречается реже. Несомненно, нужно проверять уровень электролитов до терапии, в процессе терапии и это делать надо обязательно. Желудочно-кишечный тракт. На фоне приема имотениба и нилотениба более частыми явлениями это шнота, работа, боли в абдоминальной области работы. При приеме дезотениба здесь меньше страдает, наверное, эта система. При приеме дезотениба, как я уже сказала, у 75% пациентов имеется проблема с диареей. Но отмена травиопии по этой причине крайне редко и в общем-то все это достаточно корригируется. Кровотечение отмечается у пациентов желудочно-кишечное кровотечение получающих дезотениб. В хронической фазе примерно у 2-5% пациентов получающих препарат во второй линии терапии и у пациентов получающих препарат в первой линии терапии в случае кровотечения не обнаружено. При развитии кровотечения несомненно мы определяем источник, мы определяем показатели коагуляции и останавливаем прием препарата. Поджелудочная железа она тоже к сожалению страдает у пациентов получающих нилотени повышение липаза отмечалось частотой 29-47% в третьей и четвертой степени в 6-18% случаев. При терапии второй линии то есть доза препарата выше частота это выше. Но при этом панкреатит наблюдался крайне редко если все же он развивается в третьей степени конечно же лечение должно быть прекращено. Если же повышаются уровни липаза и анилаза в третьей степени то мы временно отменяем терапию до снижения меньше второй степени и возобновляем лечение в сниженной дозе для полного выздоровления необходимо не менее 4-х недель. Таким образом заключение по этим рекомендациям это то что основной целью лечения хронического ликоза несомненно является подавление ликозного клона ни в какой степени мы не должны из нежелательных явлений не достигать этой цели да у большинства пациентов будут наблюдаться нежелательные явления но они должны разрешаться либо самостоятельно либо поддаваться контролю а снижение дозы препарата временная отмена препарата это лишь крайние меры если мы не можем справиться с терапией крайне важно обращать внимание на сопутствующие заболевания межлекарственные взаимодействия и крайне важно иметь ввиду о том что есть новые нежелательные явления которые ранее не были ожидаемыми и мы не знали о том что они будут на ранних исследованиях на этапе ранних исследований что касается фенегативных мелопролиферативных заболеваний как я уже сказала в этом году вышли рекомендации всемирной организации здравоохранения о которых сегодня расскажет Василий Анатольевич я лишь хочу сказать несколько слов что несомненно сегодня в своем арсенале мы имеем целый ряд лекарственных препаратов которые может быть не столь эффективны как при хронической мелоликозе но помогают нам лечить больных с фенегативными заболеваниями несомненно основное направление лечения это воздействие на болезни купирование симптомов предотвращение и профилактика осложнений симптоматическая терапия это анальгетики горвоны переливание крови все это мы сегодня имеем профилактика это стимулятор гемопоэза это профилактика антиагрегаты антикоагуляты хирургическое лечение лучевая терапия это тоже есть все сегодня в нашем арсенале и влияние на болезни аллогенная трансплантация постного мозга и то что мы чаще всего применяем это цикоредуктивная терапия цитостатики они у нас есть интерферон альфа иммуномодуляторы и что важно то что в последние годы нам доступны стали такие препараты как тромборедуктин анагрелит и ингибиторы яностиназ в частности роксалитинит анагрелит это ингибитор простомглодин синтетаза мегакарицидов он уменьшает созревание их и образование тромбоцитов он обладает селективным эффектом без воздействия на клетку предшественницы гемопоэза не влияет на лейкопоэз может снижать количество эритроцитов до 10% от исходного уровня фактически у третьей пациенты при этом не отмечена трансформация в острый ликоз имел диспластический синдром в 1997 году он был зарегистрирован в США в 2001 европейских странах в 2012 году зарегистрирован в России исследование которое сравнило переносимость и эффективность препарата с гидроксимочевиной это проспективное рандомизированное простое слепое сравнительное исследование третьей фазы показало что препарат работает практически так же в гидроксимочевине снижая уровень тромбоцитов при эссенциальной тромбоцитомии фактически такие же показатели уровня гипомоглобина и бессобытийной выживаемости а вот уровень лейкоцитов препарат позволяет оставлять прежним то есть нет лекопени лекопени у пациента таким образом авторы делают вывод что да он снижает количество тромбоцитов не менее эффективно чем гидри предотвращает тромбоцитические осложнения не приводит к прогрессированию и социальной тромбоцитомии с развитием милофиброза или лейкоза и при этом отсутствие аспирина не вызывает кровотечения те побочные эффекты которые были они были гипертоническая болезнь тихикардия сердцебиение можно устранить путем снижения дозы лекарственного препарата таким образом если подумать о том каким пациентам нужно назначить этот препарат это конечно же резистентность гидроксимочевины непереносимость этого препарата это низкий или нормальный уровень лейкоцитов но и наверное может быть молодые пациенты у нас в московском городском гематологическом центре небольшой опыт применения препарата но тем не менее 8 пациентов вот сейчас назначено 9-му получают его лишь один пациент принимал препарат инициально остальные 7 вследствие нерезистентности либо непереносимости гидроксимочевины здесь представлена характеристика этих пациентов в 75% случаев был достигнут полный клинико-гематологический ответ либо частичный ответ то есть мы получили получили ответ лишь у 2% пациентов не удалось снизить уровень тромбоцитов и у 2% пациентов и были вынуждены добавить гидрия прогрессии на терапии ни у одного из пациентов не было хотя они уже принимают несколько лет и наконец ингибиторная терапия негативных хронических мелопроферативных заболеваний из тех ингибиторов яновскинаст на которые сегодня известны применяется в клинической практике рукселитениб это селективный мощный ингибитор джак-2 воздействующий и джак-1 который воздействует на сигнальный путь джак-стат применяется в рамках клинических исследований при разных хронических и негативных заболеваниях при в клинической практике рекс зарегистрировано в том числе и в нашей стране только для лечения мелофиброза и истинной полицитемии в 2011 году он был зарегистрирован в США в 2013 в России для лечения мелофиброза в 2015 для лечения истинной полицитемии исследования показывают что конечно же совершенно потрясающе решается в размерах селезенка несомненно есть преимущества и совершенно явные выживаемости пациентов и вот наш небольшой но в то же время наверное самый большой опыт в этой стране у нас сегодня препарат получает 28 пациентов к настоящему днему подвели итоги лечения 24 и у 14 из этих пациентов обнаружено было джак-2 киназа мпл кинамлаза мы не обнаружили калеретикулин обнаружен у 4 пациентов у остальных не было обнаружено генетических изменений в основном это пациенты промежуточного и высокой группы риска в 70% случаев мы получили клинический эффект клиническую ремиссию в 20% пациентов клиническое улучшение в 50% случаев отсутствие эффекта было у 2 пациентов и прогрессии терапии у 4 у 2 пациентов развился острый ликоз у 2 пациентов прогрессировали явления милофиброза немножечко о симптомах что менялось при терапии если вы посмотрите то увидите что у пациентов которые изначально имели высокий уровень гемоглобина имелось снижение при терапии руксолитинибом при изначально низком уровне гемоглобина наоборот повышался уровень гемоглобина и ни у одного пациента не было нарастания анемии 3 пациента у нас были трансфузионозависимы 1 пациент от трансфузии ежемесячных перешел на трансфузию 1 раз в полгода 2 пациента от еженедельных трансфузий на 1 раз в 2 месяца количество тромбоцитов из 9 пациентов которые инициально имели высокий уровень снизилась у 7 пациентов то есть 78% у них нормализовался уровень тромбоцитов вы видите что размеры селезенки у подавляющего большинства пациентов уменьшились однако у 6 из них то есть у 3 пациентов через год началась дальнейшая прогрессия с пленомегалии побочные эффекты минимальные лишь в одном случае развилась гранулцитопени третьей степени в основном явление это были первой второй степени опросник качества жизни показал что через полгода терапии пациенты исследование качества жизни показало что на основании опросников на которые заполнили пациенты что их качество жизни фактически сопоставимо с общей популяцией хотя в общем-то страдала в большей степени если и страдала то это скорее эмоциональная сфера таким образом препарат работает мы получили достаточно хорошие результаты и касающиеся не только эффективности но и улучшения показателей жизни пациента несомненно результаты может быть не столь хороши как применение ингибиторов тирозинки нас при хроническом мелаликозе но мы надеемся что и вообще в мире и у нас в Москве будет все больше препаратов активных препаратов которые смогут помочь нашим пациентам мы знаем к чему стремиться это пациенты с хроническим мелаликозом не только москвичи здесь разные пациенты это их детишки это то к чему мы стремимся ради этого мы работаем и сегодня это конечно же возможно я благодарю всех за внимание и благодарю всех сотрудников Московского городского гематологического центра которые вели пациентов о которых я рассказывала и помогали анализировать эти данные большое спасибо